Всем привет друзья, вы на канале Шедер Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, у нас на канале новинка 2020 года, которая называется Крик, что в переводе означает скрипы, и за которой я определенное время наблюдал, потому что мне понравился и визуальный стиль, а вот что насчет геймплея узнаем уже через несколько секунд, когда нажмем опцию новая. Игра, что мы видим? Главного героя нашего, за которого нам придется играть, он почитывает книгу в своей уютной комнате, попивает кофеек и совсем не подозревает, что в этой комнате кто-то или что-то может находиться вместе с ним. Ну что, поехали, по-моему пока что все нас радует и интригует, такие игры мы с вами любим поигрывать, у нас много таких подобных игр было на канале, это одна из них. Опа, ну что, проблема с освещением, первый признак того, что надвигается что-то плохое, ну лампочку точно придется заменить, это как-никак уже растраты. Так, это нас обучает, что надо делать, кнопка взаимодействия, лампочка не откручивается, понятное дело не хватает на стула, да? Ты что туда смотришь? А, мы ее просто поправили на самом деле, чтобы она нам не мешала. Ну, вообще-то у нас есть свой свет, настольный, поэтому эту лампочку вообще можно выключить и чтобы... Хотя, конечно, страшновато будет в этой комнате без лампочки, ладно, пойду посмотрю, может у меня запасная есть? Что там у нас, вообще никаких у нас нет запасных, человек как будто здесь впервые оказался. Ну ладно, давай, еще раз попробуем ее подкрутить. Я бы на твоем месте просто... О, тут началось, так и бывает. Подкрутил лампочку, отвалился кусок стены, то есть, потом батарея протечет. Знакомая ситуация из нашей реальной жизни. Ладно, давайте теперь обойки подклеим. Ремонт так ремонт, это у нас House Flipper 2 называется. Сейчас нас понесет. Ладно, все, все, да что ж такое творится-то в этом доме-то? Дайте мне дочитать-то главу. Ё-моё. Ты вообще, что ли, свет в районе вырубил? Теперь не только лампочки нет, еще и обои твои отклеились, и появилась какая-то дверца. Старик, ну ты дочитался, конечно. Я бы на твоем месте взял ружье, обычно я так всегда делаю. Ну ладно, давайте посмотрим, что-то за конура открылось. Привет, Алиса, стране чудес. Нормально. Не послали оттуда? Значит, можно заползать. Да, возьми с собой что-то у тебя есть, фонарик. Отлично. И у нас ничего не остается, как залезть в эту дыру. Я думаю, каждый из нас, у которого бы, да, такая дыра организовалась бы в комнате, сразу бы туда полез. А вдруг там живет большая крыса? Не знаю, но по-моему его комната очень и очень простая. Посторная, как по мне, что-то такое за кнопка. А парень, смотрите какой, прохаванный. Его так просто не убьешь. Хотя кто-то весьма сильно пытается. А что это такое вообще? А, это пропускать заставки кнопка. Не, мы не будем пропускать. А зачем их пропускать? Все, мы лишились еще и фонарика, кстати, к тому же. Это очень печально. Ну, вообще-то, конечно, мне кажется, что это просто воображение нашего чтеца. Потому что человек, который читает книги, у него хорошо развито воображение. И, возможно, он погружается в свою фантазию. Хотя, с другой стороны, возможно и нет. Куда мы знаем? Мы знаем только тогда, когда побываем в его мире. Ух, ничего себе, у тебя тут соседи. Обалдеть. Сколько тут всего интересного. Тут целый мир у тебя в подвальчике. А ты еще и без фонарика остался. Ну, ничего, продолжаем ползти. Что бы там ни было, наша фантазия безгранична. Возможно, он попадает в свою книгу. Никто не знает. Не автор, а не название книги, которую он читал. Так, а у нас есть вообще инвентарь, перезапуск сцены. Не надо нам перезапуск сцены. Подожди, тут же можно чем-то взаимодействовать. Нет, или только у нас лесенки? Нет, пока у нас только лесенки. Хорошо. Хорошо, лесенки, так лесенки. Тут надо прыгать. Это мы тоже с вами научились делать. Переползаем еще дальше. А зачем нам вверх? Пока что не знаю. Так, сейчас я, наверное, чуть-чуть яркости добавлю. И, возможно, чуть-чуть звука. Тут что-то ничего не слышно, ничего не видно. Окей. Теперь хотя бы слышно шаги. Так, ладно, полезли дальше. Подожди, тут же какая-то кнопка. Что-то за кнопкой. А, тут можно несколькими ходами. Обалдеть. Тут целый лабиринт. Все надо запомнить, где я был. Что тут появляется? А, это просто спрыгнуть быстро. Понял. А это у нас другой проход. Да, это мы вообще попадаем куда-то в интересное место. И можем сползти, спрыгнуть. Круто. Круто. У нас много вариантов, куда пойти. Можем перепрыгнуть. Можем спуститься вниз. Либо умереть, да? Нет, выползай, парень. Выползай, выползай. Мы следуем это место. Мы выберемся из твоей фантазии. Просто не знаю, куда я иду. Но все безумно интересно. Ну что, в этой фантазии ты явно не один. Есть какие-то тяжелые шаги. На верхнем этаже. Интересно. Где ты оказался? Ну, тут уже бельишко висит. Все, я куда-то долез. Хотя можно было и наверх. Можно и в бок можно было попасть. Это мы уже в городе. Тут явно стирка у кого-то была. Так, это чтобы пропустить заставку. Пес! Смотрите, какой железный. Довольно-таки коварный. Хорошо. У меня от него надо убегать, наверное, будет, да? Эй, я здесь. Иди сюда. Come on, come on. Что за мной не гоняешься? Иди сюда. Давай, давай, давай. Все, мы его обошли. Мы, видите, подготовленные ребята. Он думает, что я там и остался. Что это такое за коврик? А нафига я здесь? Ой. Ой-ой-ой. А, тут вниз, 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 вниз. Там есть проход, вниз. Фух, я залез. Что, нас периодически сохраняют, поэтому бояться не стоит. Если вдруг сожрут. Я просто не знаю, не пропускаю ли чего-то важного. Ну, иду пока идет. Давайте так попробуем. Тут опять пес. Его тоже надо обойти. Это понятно тоже пока как. И сюда. Не спадай. Есть. Теперь давай сюда. Я так понимаю, у нас инвентаря вообще не будет, да? Пес пошел. Осторожно. Я уже тут. Стоять. Тут можно что-то сделать. Открыть проход. Шикарно. А, тут я дважды не подожди. А если я тут дважды не пройду? Тут надо проделать то же самое. Так как, а как? А тут можно спрыгнуть вниз? Можно. Но не нужно. Сейчас его вызову, это опса. Иди сюда, балбес. Да иди сюда, говорю. Все, пошли. Здесь вниз. Да вниз падай. Все, окей. Есть, мы прошли куда-то дальше. Нет, вниз. Вниз, вниз. А, так он сегодня дойдет. Нормально. Нормально, хорошо идем. Интересно, общую карту посмотрите. Есть такая вообще. Блин, там кто-то явно топчется. Явно не маленький. Ой, е-мое. Вот досточка отпала. Посмотрим, что там. Еще один пес. И горит свет. Ха. Ладно, побежали вверх. Так как больше некуда здесь. Много очень подков. Для конюшни на верхнем этаже как-то странно, когда она тут находится. Сюда же лошадь не засунешь. Так, это я сделал. Вниз. И что дальше? Еще какая-то конюшня. Это вверх посмотреть. Я отсюда пришел, по-моему, уже, да? Да. Там я что-то покрутил. Да, тут над собаки бегали-бегали. А толку-то от этого. Вверх нельзя залезть? Нет, тут только вниз можно. Хорошо. Там была какая-то лампочка. С подсветкой. Сейчас я могу, конечно, вот сюда вызвать пса. А, его закрыть надо. И сюда. Работаем. Оп. И сюда. И сюда, говорю я. Псина дубина. Давай сюда. Открываем его. Все, дело сделано. Еще одного болвана железного закрыли. Кому? Откова падает. И меня закрывают. Наверное, сосед сверху ходит. Ё-моё. На вид с хвост Скорпиона. Конечно же. Надо, может, пару подков взять на счастье. Может, кого-нибудь бросим их. Ладно, давайте вниз. Мне нравится, что у нас нет тупиков здесь. Мы так бодренько идем. Вот, наверное, первый будет тупичок. А что нам делать с лампочками? Собака. Собака боится света. Понятно? Да, пока свет собаками не тронет. Вот тут же ничего не надо собирать больше, да? Чисто надо логические действия в плане ходьбы, передвижения, да, делать. Ладно, попробуем вниз, все равно идти никуда. Только без резких движений. Здесь много света, это хорошо. Комодик. А его можно двигать? Нет. По нему можно только прыгать. Подождите, ну как-то же надо двигать. Мы же не залезем. А, вот-вот появляется кнопка. Да, можно-можно. Взаимодействие с предметами, это круто. Давай, вперед, парень. Так, там пес. Ну тут тоже свет, он меня тоже не тронет здесь. Что-то можно идти. Не-не-не, ты меня не тронешь. Пока лампочка светится. Ха-ха-ха-ха. Не-не, не надо, не надо, не надо, не надо. Сейчас потухнет, да? Упс. 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 Вот вам и упс. Беги, парень. Вот нам лампочку и выключили. До свидания. Все, я спасся. Ну хотя бы он не умеет ползать по лестницам. Уже хорошо. Так, тут куча собак. Тут я могу залезть никуда. Тут я могу залезть вверх, обойти его, спрыгнуть там. Давай так. Иди сюда. Блин, быстрый какой-то. Тихо. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Нет. Нет. Вы видели, что они со мной сделали? Это жестокая игра. Я думал, тут нельзя. Погибнуть. Так, давай тогда так. Иди сюда. Стоит там. Тогда так. Иди сюда. Тогда вот так все это работает. Давай, быстро, быстро, быстро. Да не туда, придурок. Вниз, давай, быстрей. Ботаник. Надо быстрее соображать. Внизу, по-моему, разлом, да? Хотя, может, и не разлом, но в любом случае туда прыгать не планируем. Так, мы на какой-то этаж попадаем. Весьма интересно. Светленький. Хорошо. Тут что-то можно передвинуть. О, мы можем попасть там, где мы с вами были. Там собака, правда, живет. Я думаю, нам еще возвращаться придется. Ну, конечно, придется. Жалко, общей карты нет. Или она есть? Я просто боюсь нажимать какие-то кнопки. А тут сброшу какую-то сцену. А, это вот приблизить есть. Я нажимаю сейчас кнопки. Ну, а тут ничего нет. Ладно. Хотя бы так. Опс. Я свет включил. Опс, выключил. Хорошо. Что это нам дает? Давайте думать. Защиту от собаки. Логично, да? Собаку я могу всегда позвать. Логично. Зачем? Мне сюда что-то надо пододвинуть. Что? Ну, там завалено. Там, конечно, нельзя дернуть. Ну, она сюда не дойдет. Дальше что? Света она боится. Пока я исключатель, все нормально. Да? Да. Ну, давайте обойдем тогда. Подожди. Давайте тогда обойдем. А вниз можно прыгнуть? Блин, так они ко мне зажали. Ну, вот я ее перекрыл. Так, я это, конечно, перекрыл. Ну, а дальше что? Тут я вниз-то не могу залезть. И там вниз не могу. Ну, я тут могу спрыгнуть. Подождите. Нет, не могу спрыгнуть. Тут уж теперь не спрыгнешь. Так, видишь, тут что-то надо поднять или за что-то дернуться. Подожди. Если я здесь. Этот свет что мне может дать? Я могу эту собаку подозвать, потом включить свет, и она умрет, походу, да? А давайте попробуем. Что будет, если собаку лампочку включить над собакой? Иди сюда. Камон. Камон, иди, у меня вкусный зад. Иди, аппетитный. Иди сюда. Ой, страшно. Ой, ой. Ой, давай, давай, давай. Получите. Опа! Как вам поворот? Собака превращается в комод. Камод почти стихии. И мы теперь можем залезть дальше. А-а-а. Оно еще на время превращается в комод. Понятно? Ой, не на время, пока есть свет. То есть света не будет, все, конец. Поэтому вот так вот дальше не двигать ни в коем случае. Круто. Это круто, конечно. Надо будет это учесть. Ну что, мы на крыше какой-то? Не знаю. А, нет, мы просто не спускаемся. Еще какая-то мини-шахта. Так, две собаки спящие. Мы с ними уже знакомы. Теперь мы спускаемся в новый, неведомый доселе мир. Темный, абсолютно. Просто темный. Очень мрачный. Тут есть свет, это хорошо. Есть ведро. Жалко, нельзя предметы собирать. Я-то думал, здесь, конечно, еще квеста будет хоть чуть-чуть. Не логика чисто, а чуть-чуть квестовой части. Ну, может, попозже появится, но вряд ли. Что это такое? Картинку можно посмотреть. Это как шкатулочка, да? Музыкальная. И... И все? А зачем она нужна? Я просто пытаюсь... А, я могу ее вращать. Ну, что я не могу вращать, это моя фантазия вращает. Кстати, вверху как будто пролом как на стрелку напоминает какую-то. Ладно, там, наверное, что-то надо делать, но, я не знаю, падать мне вниз, а я назад залезу. Там собака вообще-то. Давайте попробуем. Другого выбора-то нет. Иди сюда, комод. Иди сюда. Блин. Да, иди. Комодное животное, come on. Да иди, блин, сюда уже. Так, только так аккуратненько. То есть, это нам не нужен, на самом-то деле. О! Нужен. А это что за третья кнопка? О! То есть, комод можно пододвинуть сюда. А зачем мне эта картина нужна была, не могу понять. Ну, ладно. Я туда просто уже не зал... А, нет, не залезу. Собака же превратится. Комод, вернее, обратно в собаку превратится, что я буду делать там. Ну да, мне комод надо теперь сюда пододвинуть, чтобы залезть наверх. А-а-а... Для этого надо его потушить. Ну да. А как мне его потушить? Ха-ха. Подождите. Вот эта кнопка, это наживает дальний. Дальний пусть горит. Это моя защита. А передний надо как-то его... Ну, подловить, естественно. А как мне потушить его? Так он меня съест. Нет, он же реально меня съест. А, вот как. Все, понял. Понял, понял. Работаем дальше. Давай двигайся, только аккуратно. Нет. Фух. Еле кнопку отпустил. Последний момент уже. Я не понял момента с картины. Я думал, это какая-то головоломка будет. На самом деле нет ничего. Ничего такого там не было. Ладно, двигаем дальше. Лыжи. Блин, одна. Воу. Не зря... Ё-моё, не зря я ее заметил. Свет. Свет включи. Свет включи. Фух. Фух. Это точно мы находимся с вами в темной комнате с перегоревшей лампочкой. И пытаемся бороться со страхом темноты. Что мне делать тут? У меня только выключатель есть. Валите. Все, понял. Ты-то мне и не нужен. Зачем ты мне нужен? Ну да, нельзя выдвигать между лампочками. Я думал, что пододвинуть туда. Ладно, стой тогда дальше, кумбочка. Я тебе хотел дать новую жизнь. Новые возможности. А ты меня съел. Так, снова это лыжа. Пробираемся дальше. Еще две, если что. Доплевал я на тебя. Наверное. Со стойлом мы разобрались. Теперь надо с лыжным клубом разобраться, да? Так, еще одна псина. Внизу включается свет. Это нам ничего не дает. Эта псина у нас побежит. Здесь что? Эта псина у нас побежит. И та псина у нас побежит. А, может она пробежит. А. Нет, смотрите. Если мы вызовем эту псину. Ну да, у нас будет пара секунд. Тут на время чисто. Вот эта псина нажмет кнопку. Нет, вот эту псину сначала надо вызвать. Смотрите. Вызываем вот эту псину. Иди сюда. Теперь вызываем эту псину. Иди сюда, быстрее. О. У нас есть доля секундочки, чтобы все это быстренько. Опа. А, да. Это круто, конечно. Иди сюда. Сюда иди, балбес. Фу. Иди сюда. Отлично. Тихо. Бэйс-то тут на время. Все теперь. Ху-ху-ху-ху. Тут хорошо провернули. Хорошо операцию провернули, да. Так, спецназ. Так, тут у нас собака опять. Собака нас пока не видит. Но тут есть какой-то подъем. Собака нас и не увидит. Пусть себе остается там, где стоит. Это что включает? Это включает лампу внизу. Это включает лампу внизу. Там, кстати, два сыра, что ли, да? Там скелет смеется. У меня, кстати, назад выхода уже не будет, если я туда упаду. Зачем нам та собака, которую я закрыл? Нам вообще-то две надо собаки. Подождите, так если я спущусь вниз, то все, конец. В принципе, одной должно хватить, смотрите. Чтобы эту поджарить. А, так меня сзади съест собака. Хотя она не успеет, я думаю. Иди сюда. Зайди. Зайди. Блин. Как ты меня за шею схватил? Вот скотина ж. Давайте попробуем. Нет, зачем-то здесь две же собаки. А, тут надо вып... Подождите. Это превратится в столик. И что? Ладно, давайте провернем сначала мой первый план. Мой первый план. Гуд. Гуд, very good. Первый план провернули. Иди сюда. Быстрее. Крин, ты меня достанешь. А, я не могу упасть вниз. Что за фигня? Нет, так я... Так я успел бы спрятаться. Понятно. Вот здесь все так... Вот здесь все так просто. Как хотелось бы. Так я даже не... Подождите. Просто, если мы сейчас... Ну, вот эта безопасность мне на данный момент. То есть, мне здесь нужно поставить какую-то собаку. Понятно, что левую. А как я ее обойду? Это, понятно, правая. Тут просто, если ты прыгаешь вниз, то 100% смерть. Ну, ладно. Так, она тут и будет стоять после закрытия. А как я вторую достану? Так, первая серьезная головоломка. Ну, ладно. Эту собаку я подзову сюда. Так у меня... А! Так пусть идет тогда. А пока она будет идти... Хотя, что тут идти? Я что, за ней не буду идти? Мне надо, чтобы одна собака здесь сидела. Как это обеспечить? Не знаю. Иди сюда. Вот так мы ее закрыли. Наверное, это и требовалось, да? Наверное, и требовалось, чтобы ее поближе подозвать. Но вторую, если я подзову поближе... У меня будут проблемы. Вообще ничего не понятно в этом моменте. Но очень интересно. Чем это мне может помочь? То, что у меня здесь будут две собаки рядом. А, все, понял. Понял, 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 понял. Есть возможность. Тут тоже на время надо будет действовать. Вот эту собаку сначала подзываем. Иди сюда. Это правильное действие, деда. Все, закрывай. Готится. Теперь подзываем вторую собаку. Все, иди домой. Все, понял я, как это работает. Иди нафиг отсюда. Теперь нам надо вторую собаку подозвать. Это будет несложно, я думаю. И тоже ее подзакрыть. Все, они остались здесь. Бред какой-то. Нет, это не так работает. Собака не может вернуться домой. Как же мне их двоих-то подозвать в одно время? Тут вообще сразу за ногу. Поэтому это не работает. Ё-моё. Это, конечно, ничего. По сути, мне надо ее вызвать. Все, я понял. Понял, одну надо подозвать только собаку. Вторая меня сожрет. Только эту собаку. Чтобы она у меня была здесь, стояла. А вторая на том конце. Как мы так подзовем? Да никак мы так не... Блин, что за бред вообще? Это, наверное, так работает. Теперь мы подзываем так. И пока идет вторая... А, все, понял. Вот так это сработает должно. Все, пока. Пока, пока. Теперь меня надо двух собак просто вызвать. И сюда. Все, вот так вот. О, действуй. Да, комбинашка ничего была. Ничего. Правда, вот эти вот всякие плотики, конечно... Немножко, конечно, да. Врасплох застали. Тихо, тут мы что-то находим. О, новое существо. Оказывается, тут не только собаками. Мы будем с вами сыты. Какой-то полуптиц. Ученый полуптиц какой-то. Ладно. Надеюсь, мы с ним встретимся еще не скоро. Да, пока что собачки. Разного вида. Хорошо, тут вообще интересно. А, нет, можно ж наверх залезть. Там кнопки, кстати, нет. Да. Ну как? Тут же кнопки нет. Как меня заставить здесь сидеть? Понял как. Иди сюда. Сюда. Прыгай. Иди сюда. Камон, сина. Жди меня тут. Вот так это работает. Тут простенько. Тут довольно, да, по-быстрому разобрались. Не то, что так, как раньше. Снова домик. Что это? О, еще какая-то. Фигня. Музыкальная шкатулка, да? Опа, кто-то бегает. Слушайте, мне там тоже надо, наверное, было что-то делать, мне кажется. А я там что-то не то сделал. Я просто мимо прошел, на самом деле. Но там и кнопок даже не было, кстати. Я нажимал. Супер Марио, что ли? Да, исторический, да? Осторожно, пень. Ёж. О, е-е-е, привет. Ну да, Супер Марио спасает принцессу. Вот откуда сюжет-то пошел. Все, я понял. Одного раза достаточно сыграть, надеюсь, да? Там мы просто... Опа, это сломается. Нет, не сегодня. Но я думаю, скоро сломается. Вау. Вау. Так, мы прибыли. На новую интересную локацию. Что это? Это мы сделали. Туда вылазить вверх нельзя, нас сожрет собака. Со стопроцентной вероятности. Здесь надо включить свет. Превращаем это в тумбочку. Нажимаем это сюда. Превращаем вторую тумбочку. На ценовремя. Угу. Ладно, пусть горит свет. Тогда мы с вами отворачиваем эту вещь. И что мы получаем? А там два выключателя, между прочим. Ладно, пусть пока будет. Пусть пока будет. Сейчас что-нибудь придумаем. Угу. Угу. Я понял. Мы сейчас откроем проход. Свет попадет на нижний этаж. Да, теперь он здесь появляется у нас. А как нам собаку-то обмануть? Да никак. Отключить тот свет. И что нам эта тумбочка здесь даст? Подождите, а что это нам даст тумбочка здесь? Это понятно свет. А это что? Это ничего, это собака. А, все, я понял, как собаку отсюда вызвали. Иди сюда. Все, теперь она будет на кнопке у нас находиться. Так что это нам... Ну, сейчас ничего не даст особо. Она, конечно, вернется сейчас назад. Она нажмет кнопку. Которая превратит верхнюю собаку в тумбочку. Да, но как нам залезть наверх? Мне в этот момент надо было быть за собакой. Это как? Я же не могу здесь залезть никуда. Не прыгнуть. А, теперь могу. Все, понял. Иди сюда. Ну да. О, теперь понял. Теперь мы гасим свет. Собака превращается... Ну, тумбочка в собаку. Она нажимает кнопку и вверху мы проходим. Да, тут пустенько. Главное не двигать ничего. И мы проходим дальше. Молодцы. Есть. Тут прошли. Так, что внизу? Смотрим сейчас, что тут у нас. Вверх, вниз. Опс. Так, проходик. Собака, можешь идти сюда. Это можно двигать, нет? Нет, но я могу прыгать вниз. Поэтому давайте ее обойдем. Иди сюда. Иди сюда. Прыгай, 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 прыгай. Она нас не достанет. Все, проходим мимо. Здесь останавливаться нельзя. Какой-то новый рубильничек. Шикарно. Теперь они с двух сторон. И тут какой-то рубильник, да? А, понятно. Угу. Ну, это заманить собаку я сюда заманю, конечно. А смысл? Подождите. Подождите. Если там свет. Зачем мне две собаки на одной стороне? И, в принципе, это выманить надо бы. Как я их выманю? Да никак. Одну надо выманивать. И закрывать здесь. А потом обойти. Нет, я две не выманю. А, выманю. Только надо быстро. Нет, не выманю, как я две выманю. Никак я две не выманю. Мне бы вторую сюда даже загнать. Тут интересно. Еще и мост. Мост-то я подниму хорошо. Как мне вторую собаку туда загнать? И самому не помереть. А вот так зачем-то раз. Нам тоже ничего не даст особо. Подождите. Если я эту собаку закрою здесь, подниму мост, то вторую я могу загнать и поднять мост. Я ж могу тут не спрыгнуть? Сейчас потренируемся. Ты должен, иди сюда. Я должен, думаю, смогу, иди сюда. Вот так это работает. Поднимай быстро, 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 мост, поднимай нафиг. Нет, это не для этого она здесь. Чертова псина. Хорошо. Хорошо. Так надо хотя бы попробовать, как это работает. Мне в любом случае там собака нужна. А как мы ее туда загоним быстро? Мелье прибить. А что? Ничего, вариант. Иди сюда. Нет, я туда не успею залезть, понятное дело. Но вот это зачем-то нужно. Ага. И сюда. Вот для этого что ли? Да, но мне нужна собака. Тут-то понятно. Я тут даже залезу, но меня съедят. Поэтому здесь должна быть еще одна собака. Которую я могу вывести с помощью... Вот этого вот штуки. Давай сюда. Поднимай. Да, вот эта собака мне нужна, чтобы залезть наверх. А, так а как я залезу наверх, если мне надо нажать на эту кнопку? А, я просто... Точно, мне вторая тумбочка нужна. Мне не собака нужна, а мне вторая тумбочка нужна. Та же история должна быть, как и с предыдущей собакой. Камон. Камон, камон, камон. Вот что мне нужно. Вот на самом деле только это. Да, круто. Круто, мы молодцы. Перелазь сюда аккуратно. А, тут можно тумбочку подогреть и посмотреть, что там. Что там на горизонте. Ух ты. Какой-то путешественник. Может, это твой дед? И ты по его, может, воспоминаниям ползаешь, а? Ладно. Разберемся с этим. Позже. Пока что мы покидаем эту локацию и доходим до еще одной картины. Слушайте, еще какая-то головоломка. Нет, это просто, просто, просто музыкальная шкатулка, где... Слепой пытается кого-то нащупать. Смотрите, там вон дупле дерева появляется, да? Глаза загораются. Кто-то следит за ними. Как, собственно, и во всех остальных штуковинах. Он, смотрите, стоит, стоит тихо, а потом, оп, смотрите, появляется. О-о-о-о, жуть какая. Меня, наверное, больше кот пугает, у которого полноги во рту. Если это нога. Или он ветку жует? Кот жует ветку? Присмотритесь к коту. Там явно какие-то... Оф, паук, смотрите. Паучара. Ладно, страшно. Давай, на вниз. Нам самый подвал. Ну, ну что, мы перешли на другую локацию. Судя по всему. Жалко, я не вижу общей карты. А ну. Шпиль какой-то. С бабочками или... А, это летучие мыши. Летучие мыши. Что, нам туда надо, да? Ну, будем стремиться. Да, это абсолютно новая локация, да? С новыми проблемами в виде старой ветхой черепицы. Оу-е. Мы заползаем куда-то. Так, пошли уже инопланетяне. И огромное золотое дерево внизу. С лестницей, между прочим. Ну что? Ну что, с собаками мы разобрались. Их уже, я думаю, ну, может и будут, но у нас более серьезные враги. Меняется, я так понимаю, немного структура уровня. Теперь надо будет ходить не только прямо, а еще вот видите. Новые мостики. Ну, вообще, пока что очень довольно-таки занимательные. Вообще, интересно, куда наш главный герой с вами стремится. Или откуда выбирается. Из своей фантазии? Или все-таки реально в его комнате происходят какие-то странные вещи? Все, на этом закончим, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвер Игровые Миры. И до новых серий в наших скрипах. Пока.